В России бум развития франчайзинга. За последние три года количество фирм, открытых по франшизам, выросло на 98%. Бизнес по франшизе – это возможность всеражировать опыт успешной компании. Покупая франшизу, бизнесмен получает известный бренд, налаженную цепочку поставщиков и партнеров, информационное сопровождение. Взамен платит франшизеру премию и обязуется вести бизнес так, как требуется в компании. Только спустя три года, просматривая успехи, падения, ошибки, смену штата сотрудников, масса тренингов обучения, мы приходили красным моделем, но пришли к одному, что ориентироваться необходимо на того человека, для кого создается этот бизнес. То есть на каждого из нас, как гостя этого заведения. Чего мы хотим добиться? Мы хотим добиться первого, это у нас что идет? Целевая аудитория, описание ее. Как, по вашему мнению, целевая аудитория, это как определить ее вообще? Если бизнес рабочий, можно просто здесь, там, в 3 дня посмотреть, кто покупает. Если бизнес не рабочий, можно пойти к конкуренту. Если бизнес пульта новый, можно делать какую-то гипотезу, просто для того, сколько стоит продукт, где он продается, или вообще для чего он нужен. Для того, чтобы определить целевую аудиторию свою, нужно как минимум сначала понять, какую проблему решает ваш продукт, и уже тогда уже смотреть, какой аудиторией людей необходимо решить именно эту проблему. Поэтому первое, это желаемая эмоция, которая хочет быть у человека. То есть определите, что именно должен чувствовать клиент, который удовлетворил свою потребность с помощью вашего продукта. Следующий шаг, который мы делали, это, ну, соответственно, продукт, который у нас для эмоций может быть. Сначала мы должны понять, какой продукт для эмоций находится вообще в кофейне. Первое действие, которое у нас происходит, это привлечение внимания. Человек вообще должен обратить внимание на одну из кофеин среди других. Когда человек добирает свой заказ, он уже рассчитался, его предлагают добавить напиток. Любовь, счастье, удача. Видели на баре бутылочки? Так, ну вот, это вот, получается, это будет последний пункт, о котором я говорю. Любовь, счастье, удача – это три бутылочки с конфетти. И каждому человеку, который у нас покупает кофе, предлагается добавить. Вот такие вот четыре простые шага мы используем у себя. Было достаточно интересно, познавательно насчет франшизы, как бы система как бы все оформляется. На самом деле это реально здорово, потому что это практические навыки, которых не дают в университете, поэтому мне понравилось. Я понял, что в принципе в бизнес можно, в свой бизнес начать ничего, просто хорошая идея и как бы желание быть успешным. Меня очень понравилось и очень мотивировало поступление. Ну вообще само построение франчайзинга, франшизы и конкретно MyCoffee франшиза очень интересует. Мне бы хотелось открыть франшизу MyCoffee и также я хочу узнать больше информации для своих друзей, потому что их тоже интересует конкретная франшиза. КОНЕЦ КОНЕЦ